Ветераны Космических Ветераны Мы дякуем вам за солнце на небе, за травку, за вітер у полі. Лен, Лен, мы мети ветераны, мы ветераны космических войск. Та ладно, пацаны, подождите. Вот ветераны космических войск. Вот ветераны космических войск. В конце концов, вот ветераны космических войск. А вы, пацаны, какие-то самозванцы. Ах, самозванцы? Ну, идем за кулису, я-то и покажу. Без суда не имейте права, я малолетка. А, друзья, извините, пожалуйста, сейчас мы еще раз выйдем. Сейчас, секундочку, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Ветераны Космических Войск Куран Вене Дамницкий Малолетка Выходите Так, стоп! Стоп! Ребят, вы что, обалдели так с детьми обращаться? Я же мать! О, боже мой, смотрите, как надо! Малой, ты раму собери! Мы тебя что, зря у цыган переукрали? Давай, сделай все красиво, потому что получается у нас уже не летний, а какой-то малолетний кубок. Давай! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так! Капец, Ленка, ты на детей влияешь! Все! Ты моя каравелла, ты мои волны! Ты мой ниггер, ты моя толерантность! Так это работает? Нет! Сезон пропустил, я ничего не понимаю, пошли! Ветераны космических войск! Киев, Осер, Прилуги! Гоу! А спонсор нашего выступления — доски на этой сцене. Доски на этой сцене! Если б не они, мы б здесь не стояли! Все мы знаем, что встречи выпускников происходят в барах, ресторанах и клубах. Но бывают альтернативные варианты. Встреча выпускников 1986 года, села Любиченинов, Черниговской области, Козелецкого района. Привет, Володя! Сбылась мечта абсолютно любого мужика. Парень шел по улице и увидел, как бомжует его бывшая. Молодцы! Держи, полтос! Но знай, я мог тебе дать намного больше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А спонсор нашего выступления — общество одиноких женщин «Сами с усами». Общество одиноких женщин «Сами с усами» объявляет набор в младшую группу «Рыльце в пушку». Мало кто знает, но абсолютно в каждой драке рано или поздно наступает такой период «Шо?» 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 «Тише!» 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 «Хлопчики, слышите?» «Шо?» «А подскажите, пожалуйста, бабушки, как на остановку дойти» «Ну идете прямо направо, там остановка» «Может, ты мне не ляпай» «Шо?» 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 «Тише!» «На!» «За шо?» «На!» «Та шо?» «На!» «Правильно казати не шо, а шо!» «Вчителі української мови на літніх канікулах» «Вони стежать за вами!» «Тупо віздє» «Шо?» «Віздє» «Та шо?» 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 «Я цена?» «Та шо?» «Та шо?» О, Оля, Оля, Оля. Владик! Что такое, Лен? Что там сейчас за Оля? Что ты скажешь? А мне приснился новый куплет, да спаси, то там оце О, О, Оля, 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 Оля. Все, спи, моя цапочка, айфончик тебе под подушку давай. Я люблю тебя, Оля. Да, я разведусь, да, разведусь, обещаю. Владик! Кого це ти там любишь, а? З ким ти вже разведешся? А мені сниться, що я цемент. Мені мужики кажуть, Влад, разводься. Я говорю, да, мужики, давай, ти мишай, ти мене палкай, да, разведусь, да, разведусь. Я ж цемент. Все, давай, спи, моя кацапета, тисяч п'ять шуб тобі куплю, давай. Вернись до мене, Оля. Я з Леной не по любви. Я з Леной чисто так по цей гокацей, все. Вернись до мене, умоляю. Шо? Ну все, вам хана. Ось ви чим тут займаєте. Ага. Чекай, Оля, вона неадекватна. Ага, зараз я тобі всі падли та повискубую. Йди сюди. Тш, 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 коза така. Тш, 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 ай. Я щас милицію буду звать. Милиція. 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 Так, граждані, чим ви тут займаєтесь? Пішов звідси, мент поганий. Ви шо, не бачите, вона ненормальна, сделаєте шось. Я щас буду стріляти. В рот особі стріляти. Ура. Вона ісчезла, ми побідили. Ви аз воруд. Ви аз ві аз чілдрэн. Оля, я з тобою на всіна. Олічка. Оля. Ви думали, так легко від мене і збавити. Блін, Лена, шо ти за мужик? Так, це мент. Це мент. Зараз хлопчики його палкою-водичкою розмішають. Давай, давай, лягай. Спи, мій горобчику. Дрель тобі під подушечку. Дрррррр. Шо. Шо. Дорогие друзья, что мы хотели сказать этим легеньким челаншным перформансам? У меня на родине, в Острове, есть такое поверье, что чем больше у мужика машина, тем меньше у него мужское достоинство. Так вот, у нас машины не то, что маленькие, у нас их вообще нет. Верните метро по пять, бандюганы! До сих пор не понимаем, почему с ткачом расстались. Мы так рано вылетали, мы из члены наиграли. Шутки, песни и приколы не должны лежать на полке. Трое деток у нее, но до сих пор она девчонка. Но кто-то сказал нам, что наш новый тренер похож на девчонку. Зачем ты поверил, зачем ты повелся, что наш новый тренер похож на девчонку. Еще побоюем, еще мы вернемся. Ветераны космических войск, Киев, Остер, Прилуки. Кривой Рог. Поиграем еще в этих ваших лигах смеха. Поиграем еще в этих ваших. Спасибо! 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 Владимирович, иди отсюда, тусуйся, буду выступать. Очень хочу выступать. Ну иди белья в Вене выступать, тусуйся отсюда. Владимирович, я то и не мешаю? Не мешаю. Да ну не затуляй меня, что началось, а? А куда меня идти? Возле Дамницкой дистанции. Возле Дамницкой. Владимирович, не дыши так громко, ну елки-палки. Ну хорошо. 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 Долго я не верила, а он торопил. Мой самоуверенный герой сексопил. Словом убаюкивал, глазами манил. Красивый, блестящий, как сувенир. Подарила сердце на долгую память. Полетела вниз, как осенний листок. Отворила дверцу, когда не смогла я Сказать ему стоп. Унхэ. Стану я невидима, как радиоволна. Кура, не надо. Слухай, а? Шерон Стоунхенш. Это же моя улюбленная артистка. Помнишь, в основном инстинкте? Слухай. Работаем. А спонсор нашего выступления – коррупционер Д'Артаньян. Коррупционер Д'Артаньян сядет один за всех. Рано или поздно это должно было произойти. В Львовской области построили свой собственный Стоунхендж. А ты, ты. Я… 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 Я таке можно было построить, скажи! Я… Скажи, как, что это за позорище! Это звернение, перед ним кому надо ставить. Спонсор нашего выступления — моя пенсия. Моя пенсия. Мальчики, можете себе ни в чем не отказывать. Дамы и господа, к вашему вниманию, случай в семье камней Стоунхенджа. Да, все камни — я камни, а мы — суперзвезда. Ой, тоже мне не суперзвезда. Багато ума не надо стоять и нифига не делать. Казала мне мама, надо было за Толика замуж выходить. Он сейчас — очень перспективный камень. Уехал на заработки в почку на клубнику. Мам, пап, я гуляю. Иди только так, чтобы мы тебя видели. Чуешь, ну пока она пошла, может давай это самое с тобой. Что? Иди сюда. Да перестань. Иди сюда. Да перестань, добрые руки, что ты делаешь? Мам, пап, я вернулся. А что вы тут делаете? Синок, мы просто решили, что нам надо завести еще одного щебенка. Ну, доброе. Пойду туда в детской комнате посижу. Иди сюда, пока не нушу. Ну что? Бери руки. Стави до меня. Стоп. У нас же ж нема детской комнаты. Мы ж просто посреди поля стоїм. Рано или поздно это должно было случиться. Парень вернулся домой с работы и застал свою девушку в постели с народным артистом Украины Станиславом Владимировичем Бакланом. Владимирович не захотел играть в этой сомнительной постановке, поэтому его роль исполняет Владик Куран. В остальных ролях кто попало? Станислав Владимирович, а вы меня точно в своем фильме снимете? Ну, я сюжет я снял. И в кино сниму. Оксаночка, давай продолжим наш легкий ненавязчивый адюльтер. Давайте продолжим. Так, Оксана! Я не понял! Боже, Куран! Это не то, что ты подумал, это просто ненавязчивый адюльтер. Оксаночка, что это за щебу? У него даже молоко на губах не обсохло, Оксаночка. Оксано! Оксаночка! 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 Ты что, поменяла меня на цю... Сырак-пердуна? Оксаночка! 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 Пока станица спит, женская интуиция 2, за все тебя благодарю 3, страсти Пачапаева, обучаю игре на гитаре, тревожный отпуск адвоката Лариной, Мухтар, Мухтар 1, Мухтар 2, антиснайпер 2, тебе ни о чем не говори. 1,53, ипотека, импичмент, ну ты сейчас сказал, что попало? Что попало? Сопля, я тебя сейчас раздумываю, давай выйдем, давай выберем раз на раз, раз на раз, ну сейчас будьте раз на раз. Давай, раз на раз. Оксана. Раз на раз, сейчас тебе будет раз на раз, и 2 на 2, сейчас тебе будет, и 3 на 3 и 3 на 4 на этом домашнее видео, сейчас тебе будет. Ты посмотри на него, Сопляк. Что ты тянешь время, дед? Ура, за меня мальчики дерутся. Рот закрой! Что ты делаешь, что его убьешь? Оксану, я тебя люблю. Ты что, соплёртся, ты убьешь, что ты делаешь? Остановись! Что сказал? Что сказал, Владимир Владимирович? Оксаночка, нам придётся отложить наш адюльтер. Чего? Вот чё. Что вы делаете, придурки какие-то ненормальные? Я не могу поверить. Такси! Владимирович! Куран! Владимирович! Куран! Владимирович! Куран! Куран, тихо. Давай, если мы забудем этот конфликт, я тебя возьму на Лигу смеха выступать. Будем с тобой там номера показывать. А як же мы будем показывать номера, Владимирович, якщо мы помираем? Ну, это уже загадка. Як с тобой он хэнч? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, знаете, благодаря теме Стоунхендж мы поняли, что люди очень сильно похожи на камни. Нас нещадно разбрасывает жизнь. Кто-то всю жизнь ходит с каменным лицом. Кто-то пару раз так по воде жабкой проскочил и ушёл на дно. Но настоящей глыбой суждено стать лишь единицам. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я веду Лигу смеха. АПЛОДИСМЕНТЫ А мы продолжаем. И на эту сцену выйдет следующая команда, которая представляет сразу три земли. Эребор, Лихолесье и Прилуке. Ветераны Братства Кольца. Встречайте! Ветераны. Братства. Кольца. Леголаз. Гимны. Арагор. Выходите. На сцене ветераны Братства Кольца. Мы те самые герои, которые всю жизнь пытаются спасти и сохранить. Кольцо с надписью «Спаси и сохрани». Леголаз. Оу. Модный лук. Конечно. Эмочка. Подинимай, как нам тогда идет. Как красиво это было. Аааа. Что такое? Аааа. Ааа. Обалдеть. Ак же я за вами скучен. Кто против нас играет сегодня? Орки! Орки! Нехай ховаются в свои норки. Хоббиты. Хоббиты! Нехай крутят слонов хобот. Днепр. А Днепр-то да. А Днепр-то серьезно. Ну, поборемся, поборемся. А спонсор нашего выступления — новый свингер-клуб «Университет». Свингер-клуб «Университет». Завтра четыре пары. Представьте, дедушка решил прокатить свою внученьку на саночках. Дедушка. Ну, шухай и позитивные моменты в сложившейся ситуации. Зато мы с тобой на батут сходили. Жалко, конечно, что ты за 15 минут заплатил, а я всего раз прыгнула. Дедушка за 15 минут заплатил, за потолок третьего этажа заплатил, за потолок другого этажа заплатил, и мужики ставку робили, честь тысяча цокольный пробьешь. Дедушка, а то, что выглянула, как рожает лошадка. Доки ты на ней не впала, она, в принципе, не собиралась рожать. Тим паче, это был жеребец. Дедушка, а шо случилось? А ты не чуешь, че твоя мама и дэ? Кикаю. Рано или поздно вежливость может привести нас к беде. Где-то на улице. Будь здоров. Не болей. Расти великий. Прошло 7 часов. Хороший иммунитет от тебя. С днем бухгалтера тебе. Господи, отпусти меня додому. У меня семья-то важная уже, пожалуйста. Господи, чтоб ты сдох. Спасибо. Будь здоров. А, чтоб ты сдох. Спасибо. Возможно, вы замечали, но участницы конкурсов красоты иногда перебарщивают со своими эмоциями. Где-то на конкурсе «Мисс Изенгард-2019». Почетный титул «Мисс Изенгард-2019» достается участнице под номером 3. О, Боже, я победила! Я не могу поверить своим словам! Почетный титул «Мисс Изенгард-2019». Почетный титул «Мисс Изенгард-2019». «Мисс Изенгард-2019» переходит к участнице под номером 7. А, я победила! Мне больше не к чему стремиться! Мне больше незачем жить! Почетный титул «Мисс Изенгард-2019» переходит к участнице под номером 3. Ага. Финалом каждой эпичной саги является грандиозная битва. Накануне очень важной битвы, возможно, даже последней. Завтра очень важная битва. Возможно, даже последняя. Завтра очень важная битва. Возможно, даже последняя. Завтра очень важная битва. Завтра очень важная битва. Возможно, даже последняя. Завтра очень важная битва. Возможно, даже последняя. Завтра очень важная битва. Завтра очень важная битва. Завтра очень важная битва. Завтра очень важная битва. Возможно, даже последняя. Завтра очень важная битва. Завтра очень важная битва. Завтра очень важная битва. Завтра очень важная битва. Дамы и господа, мои эти уже созрели для больших серьезных театральных постановок, волнуются, поэтому, пожалуйста, поддержите их бурными, не смолкающими аплодисментами. Добрый день. Зараз мы будем вам показывать мощную драматическую постановку. Но есть одно правило. Не можно смеяться. Если вы будете смеяться, мы начнем все сначала. I know, I know you've been the truth, you've been the truth, you've been the truth, and I... Добрый день. Добрый день. Зараз мы вам будем показывать мощную драматическую постановку. Но есть одно правило. Не можно смеяться. Если вы засмеетесь, мы начнем все сначала. СИЩИКИ! Что я сейчас непонятного сказал? Что неясного? Нельзя смеяться. Эй! СИЩИКИ! Агент ПИНК, что с тобой? Я просто працюю под прикриттям. Под прикриттям шубы. Я знаю, I know you've been the truth, you've been the truth, you've been the truth, and though it kills me that you do, it's all for me. СИЩИКИ! СИЩИКИ! Агент ПИНК, что с тобой? Я працюю под прикриттям. Под прикриттям шубы. СИЩИКИ! 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 Агент ПИНК, что с тобой? Я працюю под прикриттям. Под прикриттям шубы. СИЩИКИ! 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 Будешь? Давай! На! СИЩИКИ! СИЕКИ! Я не бачив свою сім'ю 4 года. Я хочу до мамы! Я хочу її борща! Хочу с хрімянником в футбол погулять! Русские, пожалуйста, я вас очень прошу, пожалуйста. Да вы что угораете, что ли? Я что просто так, из Львова 12 часов ехал, или что? Просто так, чтобы выходить туда-назад, мне что 12 часов в плацкарте назад ехать. Я просто сейчас себя чувствую дитиною, но смеши комика-дети. Просто так у меня смеются с жалостями. Короче, мне пофиг, мы сейчас показываем постановку от начала до конца и делаем, что хочется. Хочете смеяться, а хотите не смеяться. Все. Сыщики! Агент Пинг, что с тобой? Я работаю под прикрытием, под прикрытием шубы. Цей? Нет. Вот этой, будешь? Да давай. 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 Получай. Теперь я под прикрытием. Угу. 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 Я не в мэр. Я мэр! Я яму на дороге закрывав. Завтра Зеленский с проверкой приезжает. Дело раскрыто! Законопроект про запрет смеха в стране. Тепер Євген Кошовий веде просто лігу. І для чого ми показали цю мощну драматичну постановку? Показали, тому що зараз осінь. І ми теж вас любимо осінь-осінь. Безжалостне і сурове українське ток-шоу. Це «Говорить країна» на телеканалі «Країна». Олексій Суханов, вітаю вас. По-під річкою гуляв та кохання потеряв. Або зрада на швидкості 240 км за годину. Ось така тема нашої програми на сьогодні. Зустрічайте нашого героя Любомир. Любомир від слова «любов» і слова «мир». Але ці слова більше невідомі нашому герою. Зустрічайте. Доброго дня, Любомир. Здрасте. Любомир, це програма «Говорить країна» на телеканалі «Країна». Я її ведучий Олексій Суханов, вітаю вас. Я знаю, я смешльоний. Скажіть, будь ласка, Любомир, як ви зрозуміли, що ваша дружина вам і зміняє? Я зрозумів, що мені і зміняє моя жена. Коли вона сказала, іди десь часик погуляй, я тобі буду і зміняти. Ну, я пішов, походив по-під річкою. Ну, у нас просто в сілі розвлічені особи нема. Ми ілі по-під річкою ходимо, ілі заглядуємо в иномарки і дивимося, яка в них максимальна скорість на спідометрі. В общем, я дивлюсь, стоїть іномарка, якої я не разу не бачив в нашому селі. Подхожу, дивлюсь в окно, а там аж 240 кілометрів. Скільки, скільки? 240, представляєте? І я на радостях побіг розказати жені. Захожу додому, залажу под одіяло, а там помимо мене і неї ще якийсь бородатий мужик лежить. Я іспугався, він іспугався, вона довольна. Думаю, розкажу й йому про спідометр. Подхожу до нього, а він щось розтірявся і плигнув в окно. Другий этаж мог і ногу поламати. Любов зла, віра незламна, Надія Савченко, Мирослава Зрадниця. Зустрічаєте жінку Любомира Мирослава. Мирослава, від слова «мир» і слово «слава». Або ще, як називають її в селі, гніда. Мирослава, чи зраджуєте ви своєму чоловіку? Ні, я йому не зраджую, я йому просто і зміняю. Розкажіть, що сталося в той роковий вечір. В общем, я кажу йому, піди десь часик погуляй, я буду тобі і зміняти. Ну він пішов, мабуть погуляв десь по підрічкою, або може даже в машини позаглядав в иномарки, скільки там скорость максимально на спідометрі. Я не знаю, у нас в селі розлічені небагато. В общем, вертається він раніше, а у мене под одіялом ще якийсь мужик бородатий лежить. Він злякався, муж злякався, я довольна. Ти скотина, ти скажи, з ким ти мені зміняєш, он вже все село надо мною сміється. Всі знають, один я не знаю, мені теж інтересно може бути. Я хочу признатися, мій любовник – це ведучий програми «Говорить країна» на телеканалі «Країна». Олексій Суханов, вітаю вас. Хто ж цей загадковий коханець? Що ж це за ведучої програми «Говорить країна» на телеканалі «Україна»? Олексій Суханов, вітаю вас. Дізнаємось після реклами. Давай-то бігом мені інтересно. Далі у програмі. Апч! Апч! Любомир Мирослав, ми мовило його приїхати до нашої студії, тож зустрічайте. Ведучий програми «Говорить країна» на телеканалі «Країна» Олексій Суханов, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго дня, Олексій. Розкажіть, будь ласка, що сталося в той вечір? Розкажіть, у мене закінчились теми для передач, і я вирішив поїхати в найближче село до Києва. Ви в сторону Бучі чи Браваров? В сторону Браваров, не перебувайте мене, будь ласка. Ось, я приїжджаю в найближче село і кажу, а де у вас є тут якась гніда? Мені кажуть адресу Мирослави. Мирослава. Мирослава. Що ви вгукаєте? Не прибувайте мене, будь ласка, дайте розказати. Отже, я йду до Мирослави, вона отправляє свого чоловіка десь час як погулять по підрічкою. Може на спідометрі глянуть? Я не знаю. Ось, потім він вертається, лягає під одіялко, а там я бородатий лежу. Він злякався, я злякався, вона довольна. Потім він хотів мені сказати щось про спідометр, а я згадав, що забув закрити машину. Бистренько пригнув з вікна, зламав ногу. Поки й дошов до машини, дивлюся, там вже все село дивиться на мій спідометр. Ось я і зібрав вас всіх тут, щоб вирішити головну інтригу цього вечора. Скільки в мене на спідометрі? Так а скільки? 240. А я знав, я знав. Подожди, якщо 240, то хто тоді твій любовник? На жаль, ми так і не знайшли коханця Мирослави. А з вами була програма «Говорить країна» на телеканалі «Країна». Я її ведучий Олексій Суханов вітаю вас. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Тема нашої наступної передачі – скандальний ведучий краде чужі фрази. А з вами була програма «Говорить країна» на телеканалі «Країна». Я її ведучий Олексій Суханов. На все добре, вітаю вас.